Всем привет и добро пожаловать на видео о том, как заполнять заявку на программу обмена по обучению. Итак, заявка начинается с выбора программы, на которую вы подаетесь. Если не нашли свою, то вы вписываете программу в графу «Другие». Далее идет академический год и академическая программа. Заявка сделана так, что в некоторых пунктах вам не нужно ничего вписывать, а достаточно выбрать пункт из предложенных вариантов. Потом вам следует заполнить раздел «Отправляющий университет». В этом разделе нужно лишь выбрать координатора департамента и вписать его email, так как остальная информация уже заполнена автоматически. Следующая графа – персональные данные студента. Фамилия, дата рождения, пол, место рождения, адрес, в который вписывается адрес общежития либо другой адрес проживания. Если вписали общежитие, то в действительность адреса вписывается дата окончания договора с общежитием. Правило, договор заключается на год и заканчивается 30 сентября. Постоянный адрес, если отличается от адреса на данный момент. Остались имя, email, национальность и телефон. Третий раздел – список университетов, которые вы рассматриваете в качестве места обучения. Список университетов вы можете найти в разделе сайта ЕГУ. Программы обмена – партнерские университеты. Название университетов располагаете в таблице в порядке предпочтения. Иногда вы можете не найти период обмена в документе. Тогда его можно найти на сайте университета. К примеру, первый университет без дат – Тартусский университет. Заходим к ним на сайт, видим поисковую строку, вбиваем, к примеру, окончание семестра. В найденных результатах переходим в раздел «Часто задаваемые вопросы». Из всего списка вопросов мы находим тот, который нам требуется. Какова продолжительность одного семестра в Тартусском университете? Далее нажимаем на «Учебная информационная система». Как вы можете заметить, в ней написано «Начало семестра» и «Окончание семестра». В соответствии с моделью Европейской системы трансфера и накопления кредитов ECTS, в ЕГУ студентам необходимо накопить 30 кредитных единиц в течение каждого семестра. Четвертый раздел «Мотивация». Перед тем, как писать мотивацию, советую изучить университеты, в которые вы хотите поехать и писать мотивацию, основанную на том, что вы хотите вынести из этой программы мобильности. Раздел «Знание языков». Родной язык, язык обучения в университете, если отличается. И далее вы пишите язык языки, на которых проходит обучение в принимающих университетах. В большинстве случаев это будет английский плюс язык страны, к примеру, итальянский. Выбирайте те университеты, чьи языки вы знаете или изучаете на данный момент, чтобы у вас была возможность свободно обучаться. К примеру, вы вписываете итальянский. Вы его изучаете на данный момент? Да. У вас достаточно знаний, чтобы проходить лекции? Да. У вас будет достаточно знаний, чтобы проходить лекции? Тут ничего не нажимаете. Однако, если вы выбрали в предыдущем пункте «Нет», в этом пункте вы выбираете «Да», так как вам нужно изучить язык с помощью онлайн-курсов, которые предоставляет Erasmus-программа. Кстати, перед поездкой на обмен, независимо от знания языка, каждый студент проходит ОЛС-тест на специальной платформе Erasmus, и если уровень знания будет ниже B2, вам предложат сайт автоматически пройти онлайн-обучение. Следующий раздел необязателен, однако приветствуется, так как за него дают дополнительные баллы, и они повышают возможность получить стипендию для мобильности. Это раздел опыта работы, относящегося к вашей программе обучения. Работа необязательно должна быть с трудоустройством. Сюда подойдет и волонтерство, и работа над проектами. Последний раздел – это раздел о вашем обучении на данный момент. Академическая степень, число законченных учебных годов, учились ли вы уже по какой-либо программе за границей, и планируете ли вы подать заявку на грант на мобильность, чтобы покрыть дополнительные расходы на период обучения за границей. Насчет справки об успеваемости, которую вы прикладываете к заявке. Ее можно заказать у менеджера программы. На экране вы можете видеть, кто за какую программу отвечает на данный момент. Эту информацию всегда можно найти в мудле в разделе «Администрирование». При заказе справки необходимо указывать язык документа. Срок ее изготовления – до 5 рабочих дней. На последних страницах вы найдете графы, который должен заполнить преподаватель английского языка. Вы отсылаете ему этот документ перед окончательной подачей заявки. Не забудьте также вписать свое имя и фамилию, программу обучения и родной язык. После раздела для английского идет раздел для второго языка. Если у вас имеется пройденный тест CEF, к примеру, итальянского, вы можете вписать данные из сертификата и приложить его к заявке. Если вы занимаетесь немецким на курсах ЕГУ и вам требуется этот язык в одном из университетов, вы отправляете так же, как и преподавателю по английскому этот документ, только преподавателю по немецкому. Надеюсь, вам помог этот видеоролик. Если у вас остались какие-то вопросы, пишите менеджеру по мобильности и выпускникам Наталье Леонович. Всем хорошего заполнения заявки!